Здравствуйте, уважаемые интернетозрители! Сегодня мы начинаем очередной выпуск программы РОС-90, в котором я вам расскажу, какие детские детективы были у меня в те годы. В студии МРУМ поехали! Книгер Бокер Особенно интересно, сзади здесь написано про автора и то, что он очень популярный в Австрии. И, конечно, данная серия, которая выходила на радио и телевидении. Сериал был по команде Книгер Бокеров. И тут написано, что нам предлагают серию 16 книг, но на самом деле, насколько я выяснил из интернета, вышли всего 4, причем 3 с данным оформлением и одна с другим. Я ради интереса лет 5 назад скачал эту книжку почитать в электронном виде. Ну, вполне себе стандарт. Должен сказать, что если бы в детстве мне попадались остальные книги из серии Книгер Бокеров, я бы обязательно их покупал. Здесь, что очень интересно, вот обложки книг, причем, соответственно, на немецком языке, поскольку на тот момент это, видимо, первая была, песня Книгер Бокеров с нотами. Всегда было интересно ее послушать. И недавно я нашел на ютубе заставку к сериалу, видимо, это она. А еще тут карта Австрии. Главные герои книг, которые у нас издавались издательством Кристины и Ольга, это 9-13-летние мальчики и девочки, которые расследуют какие-то преступления, причем в этих детских детективах обязателен элемент ужастиков. Когда я читал эту книгу в 92-м году, мне было 9 лет, как самой младшей участнице Поппи. Потом на следующий год мне стало 10, и потом еще пришлось 3 года ждать, когда мне станет 13. Я уже буду одним из самых старших книгер Бокеров. А учитывая, что эти книги перечитывал, ну, каждый год по нескольку раз, то отлично помню это ожидание. Нам рассказывают, почему команда книгер Бокеров получила такое название. Оказывается, в немецком языке это укороченные брюки или бриджи. Ну и сама книга «Ночь белых вампиров» многим запомнилась, потому что там действуют вампиры белой сосиски. Не знаю, в немецком языке это так же смешно звучит, как у нас или нет. Картинки здесь неплохие, кстати. Черно-белые, ну и что? Читается, особенно в детстве, на одном дыхании. Страшновато, ну, в 9 лет, возможно, было страшновато, но после второго прочтения уже это все, конечно же, несколько устарело. Надо сказать, что автор пишет в отличном стиле, и перевод был довольно хороший у данной книги. Извесущий от Токар, помните такого, если читали? Вот такой вот дяденька был, ведущий на радио, по-моему. Нет, наоборот, они думали, что на радио, он на телевидении был ведущим. Вот те самые символы белой сосиски. И, как всегда, в 90-е, тогда обычно западные вот такие книги по две в одной издавались. И вторая повесть. «Призрак в школе». Отсылка к «Призраку оперы». Кстати, про сам мюзикл «Призрак оперы» я узнал именно вот из этой книги. Потому что в конце, спойлер, ребята смотрят на этот мюзикл из-за кулис. Кстати говоря, Томас Брецон написал, естественно, не только эту серию. Еще у нас в конце 90-х издавалась «Команда тигров» некая. Но я уже не читал ни одной книги из данной вселенной. Сейчас я, конечно, вряд ли порекомендую прочитать «Ночь белых вампиров», «Призрак в школе». Ну, разве что вам действительно 9-10 лет, и вы хотите каких-то интересных детективов, именно детских. И это довольно-таки неплохое вхождение в жабр для всех детей. Ну и, конечно, элементы ужастика делают свое дело. Ну, а в конце концов, все оказывается реалистично. И никаких фантазий. То есть, вампиры, конечно же, не настоящие оказываются. Призрак не настоящий. Ну, от этого только интереснее. Когда герои начинают разгадывать эти все тайны. Пожалуй, самыми популярными книгами в серии «Детский детектив» были братья Харди за авторством Франклина У. Диксона. Вот этот логотипчик, помните? Он на разных книгах стоял. Надо сказать, что Франклин У. Диксон – это псевдоним, причем такой коллективный псевдоним литературных рабов, потому что сами братья Харди были придуманы еще в 1927 году. И хозяин издательства заказывал разным авторам очередные книги. Он там придумывал завязку, вкратце сюжет персонажей описывал. И уже непосредственно авторы сами писали все произведение. Причем у них, конечно же, не оставалось никаких прав. Да, эта серия о братьях Харди, она в США, конечно, чрезвычайно популярна. С 1927 года, но вот уже почти за 100 лет было написано около 500 произведений. Конечно, периодически случались всякие ребуты. Серия перезагружалась. Здесь менялся облик персонажей, характер, возраст. Вот здесь в книгах, которые издавались у нас Фрэнку и Джо, соответственно, с 17-18 лет, как я помню, а сначала им было 15-16. Так что вот эта серия уже, которая, по-моему, в 50-е годы начиналась. Перечитав несколько лет назад, я относительно разочаровался в серии. Язык здесь, ну, слишком простой, что ли. Ну, а что еще можно ожидать от литературных рабов? Это, конечно, не уровень наших охотников за привидениями и черепашек, минских. Но и не профессиональные авторы все-таки. В США выходили несколько телесериалов, полнометражных фильмов. Пара игр на PC, на DS. Мне запомнилась отсылка к братьям Харди из Южного парка. Там они были Hardly Boys и расследовали дело об 11 сентября. Каждая глава в произведении заканчивается обязательно клиффхангером, так что дети обязательно читали дальше, не останавливались. Ну, на то время, опять же, мне очень нравились эти детские детективы. Здесь, опять же, все оказывалось реалистично, хоть и, допустим, дело о космическом похищении. Вот мы видим НЛО. Но здесь, наверху, опять же, присутствует огромный спойлер, поскольку только в конце выясняется, что НЛО управлялась как бы на тонком тросе с вертолета. В основном у нас были популярны книги вот с таким дизайном от издательства «Совершенно секретно». Но брал я еще и парочку книг у «Одноклассника», и там несколько другое оформление было. Сбоку книги пронумерованы, так что при желании можно было собрать всю коллекцию. Ну, я не захотел. Мне хватало вот этих двух. В пятой книге, соответственно, в моей второй, первое произведение «Афера с бейсбольными открытками». Мне тогда было очень сложно понять, что такое бейсбольные открытки сами по себе. И то, что они могут быть настоящие и поддельные. Кто их мог подделывать, зачем? Ну, и имена многих бейсболистов я, конечно, узнал тоже именно из этой книги. Не то, чтобы это мне как-то пригодилось в жизни, но потом в разных сериалах, фильмах, где упоминались бейсболисты, думаю, ага, вот этот упоминался в «Братьях Харди». Второе произведение в данной книге – это рассказы о привидениях. И, насколько я понял, это было то ли единственное такое издание в серии, то есть, или это отдельная мини-серия была из нескольких книг. Здесь рассказы не связаны друг с другом, что нетипично для детективов о «Братьях Харди». И во всех в них были те или иные элементы сверхъестественного, которые не получали в конце реалистичное объяснение, что отличало от всех остальных книг вот эти рассказы о привидениях. Мне они, конечно, нравились даже больше, чем «Полноценные детективы». Говоря о «Братьях Харди», нельзя не сказать и о «Нэнси Дрю». Тем же самым издательством в 30-м году она была придумана как женский вариант «Братьев» для привлечения, соответственно, женской аудитории. Со временем «Нэнси Дрю» стала символом чуть ли не феминизма. Я читал одну книгу о «Нэнси Дрю», иногда ее у нас называли «Нэнси Дру», «Тайна фермы Алые ворота». Я брал ее у «Одноклассника», ну и должен сказать, что это те же самые детские детективы, просто с другим главным героем. Кстати, по «Нэнси Дрю» с 98-го года выходят на компьютеры квесты от одной и той же фирмы. Уже больше 30 штук, я ни в один не играл, поэтому ничего не могу сказать. Ну и также про «Нэнси Дрю» были сериалы, фильмы, причем некоторые из них были, скажем так, кроссоверами о «Братьях Харди» и «Нэнси Дрю». Конечно, прошло время, и наши российские авторы подумали, а чем они хуже, мы можем тоже создавать детские детективы. Серия, кстати, та же. И так у меня появилась книга Валерия Роншина «Тайна зефира в шоколаде» из цикла о приключениях Эммы Мухиной. Как написано в самой книге, это первый российский детский детектив, и надо сказать, что первый блин вышел таким комом, что просто кошмар. Для того, чтобы поиметь представление о сюжете, ну, надо сказать, что книга написана от первого лица, автор пытается всякие модные словечки пихнуть в повествование, но о сюжет, ну, не знаю. Это все равно, что любой российский боевик из 90-х про международных шпионов по сравнению с Джеймсом Бондом. Плюс, представьте, что там в качестве главных героев действуют школьники. Они путешествуют по разным странам, пользуются пистолетом, сотрудничают с ФСБ, с милицией, становятся разведчиками. Конечно же, появляется, оказывается, что учительница, которая преподавала в них несколько лет, это иностранная шпионка. Ну, бред бредом. Дичь еще больше, чем в той же книге «Охотники за привидениями» и «Барбинелла», которая у нас выходила от минского издательства. Во второй книге «Тайна африканского колдуна» рассказывается история. Ну, здесь чуть меньше бреда в том смысле, что главные герои не ездят каждый день в разные страны мира. Но зато довольно нетипично, что в детском произведении сюжета, образующую роль, играют наркотики. То есть, с наркосиндикатом разбирается Эмма Мухина и описываются разные эффекты от их применения. Что, когда ей подсыпали, что с ней было там. Ну, кошмар, кошмар. В общем, после этой книги я перестал покупать детские детективы, какие бы то ни было. А у Рончина выходили еще книги, в том числе «Тайна московского водопровода». Я даже боюсь представить, кто там будет действовать в этой книге. Потом у него выходила еще одна серия. По-моему, Григорий Молодцов звали главного героя, но я, конечно же, не читал и не собираюсь. В общем, бегите от российских детских детективов, как от огня. Лучше обратите свое внимание на команду Кникербокеров или братьев Харди. Ну и Нэнси Дрю, конечно. С вами был Эмрум. Увидимся с очередными артефактами из 90-х на канале Атвинтаж.